Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня 3 марта 2017 года. С Божьей помощью подготовил новую тему «Зачем рано вставать христианину?» Некоторые, я вот читаю в интернете, да и другие люди размышляют над тем, надо ли вставать христианину рано. И вот на основании Слова Божия, Святой Библии, мы и посмотрим, надо ли христианину вставать. Также разберем, угодно ли это Богу, и как в этом примере показывают свой пример святые на основании Слова Божия. Первое, что я прочитаю, это Бытие, 19 глава, 27 стих. «И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял при лицом Господа». То есть это библейское событие после того, как Господь сожег Содом и Гоморру. Вот, и он встал рано, чтобы посмотреть. Перед этим Господь выявил Лота, праведника, с его двумя дочерьми, ну и жена там в соляной стол превратилась, так как обернулась назад, то, что там оставила она, а Господь повел не оглядываться. Если пошел за Господом, взялся за этот плуг, иди, работай для Господа, трудись на Неве Божии. Также мы это видим, что Авраам поступал неоднократно. Это в Битве, 21 главе, 14 стих. Это библейское событие. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды, и дал Агари, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. То есть встал рано утром и отпустил ее. В дальнейшем мы посмотрим по Слову Божию, что значит рано вставать. Иногда люди начинают говорить, во сколько часов хотя бы. И вот на основании Слова Божия мы посмотрим. Также Бития, 22 глава, 3 стих. Также здесь уже сам Господь повелел Аврааму встать рано утром и принести в жертву сына своего Исаака. И Авраам исполнил это повеление Господне. 22 глава, Бытие, 3 стих. Авраам встал рано утром, оседлал осла свое, взял с собой двоих из отраков своих, Исаака, сына своего. Здесь опять же Авраам показывал, что он рано встает. Также мы видим в дальнейшем. Господь даже повелевал к Моисею исход, 8 глава, 20 стих. И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и висит при лицом фараона. То есть Господь, как здесь из этих мест в Библии можно посмотреть, что Господь побуждает к раннему вставанию. Также я прочитаю другие места Писания. Это исход 9 глава, 13 стих. 9 глава, 13 стих. Так. И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и висит при лицом фараона и скажи ему. Так говорит Господь, Бог евреев. Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Опять же Господь побуждает к раннему вставанию. Также, когда Господь уже вывел израильский народ, и они были в пустыне, Господь с неба начал израильскому народу давать манну. И написан в исходе, 16 глава, 21 стихе, что они собирали опять же рано. Исход 16, 21. И собирали его рано по утру, каждый, сколько ему съесть. Когда же обогревал солнце, оно таяло. То есть на рассвете обычно бывает прохладно, роса выпадает, свежий для травы. И вот в этот момент они собирали. Так, Иисус Новин, 3 глава, 1 стих, тоже говорит о том, что Иисус Новин вставал рано. Иисус Новин, 6, 11. Одно еще, Иисус Новин, это 6 глава, 14 стих. Здесь Господь побуждает к раннему вставанию. Но так и поступил Иисус Новин, как Господь ему повелел. Так, вот 14 стих, а еще тут. В седьмой день встали рано при появлении зари, и обошли таким же образом вокруг города 7 раз. Только в этот день обошли вокруг города 7 раз. То есть здесь Он встал рано утром, при рассвете написано, при появлении зари. Также это мы видим Иисус Новин, 7, 16, 8 глава, 10 стих. Еще один из святых показывал пример, это Гедеон. Вставал рано, это книга Судей, 6 глава, 38 стих. Неоднократно в книгах, в псалмах, царь Давид показывал, что надо рано вставать. Я прочитаю одно местописание, тут вот я зачитаю. Псалом 56, 9 стих, псалом 107, 3 стих. Псалом 142, 8 стих. И вот 118-й псалом, 147 стих. Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Так же 148 стих. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. То есть прежде, чем даже рассветет. То есть, видимо, зажигал свечи, как у нас вот до того, как появилось электричество, зажигали свечи и присвечил же муж считать. Или это днем читали. Предваряю от утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. То есть это все пример для христианина. Вставать весьма рано. Вот мы вот, та же вот, живем с братьями, встаем в 4.40 каждое утро. Этот навык очень хороший. Когда я был на Урале, я вставал, когда в 4, по первости, когда уверовал. Потом в 5, потом уже в 7 начал вставать. То есть ревность поубавилась. Вот если ты этого не можешь сам, над собой работать, чтобы каждое утро вставать в одно определенное время, как Господь запретил, вставать рано. Найди себе наставников. Найди тех друзей во Христе, которые к этому стремятся, ревнуют о раннем вставании. И с ними рядом поживей. Приобрети этот навык. Ты за это будешь Господа благодарить. Что ты рано встанешь, помоешься спокойно, почитаешь Слово Божие. Много дел еще успеешь до того, как пойдешь на основную работу у себя. В поле или там, где ты работаешь на предприятии, на заводе, или в каком-то либо другом месте. Так же очень хороший библейский пример. Это мы читаем книга-притчи 31 глава. Там говорится о добродетельной жене. Как она встает рано, еще до появления зарей, еще даже ночью. И она уже начинает приготовлять все для того, чтобы домчатся еще и спят. Пищу приготовит, одежду там, во что одеть там, отправить. Вот. Это очень хороший пример для наших сестер во Христе. То есть подражать вот этой жене добродетельной в раннем вставании. А мне один знакомый рассказывал, когда я был еще на Урале. Он говорил, я, говорит, встану в 6 часов утра и посмотрю, говорит, на свою жену, рядом лежащую. У меня, говорит, руки опускаются. А она, что, лет часов до 9 спит вместе с ребенком. Отсюда все эти скандалы, разногласия. Потому что нет ни молитвы, ничего. Единомыслия нет между собой. Псалом 87, 14 стих. Но я к тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет тебя. Вот это все, повторяюсь, Ветхого Завета. Псалом 62, 1 стих. Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я. Ну и еще есть такие известные стихи из Библии. Например, для себя я нашел ответ, что мы ждем пришествия Господа с Востока. Ну и так же и в Ветхом Завете это упоминалось. Люди вставали именно на Восток и молились. Это премуды Соломона, 16 глава, 28 стих. Дабы известно было, что должно предупреждать Солнце, то есть прежде, чем оно поднимется, благодарением тебе и обращаться к тебе на Восток Света. Предупреждать, опять же, Солнце. Сам, так же, Господь показывал пример, что надо рано вставать. Это мы читаем Марка, 1 глава, 35 стих. И вот на это местописание я прочитаю поучение Феофана Затворника. Он начинается так. Марка, 1 глава, 35 стих. Утром, встав письма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Дальше уже говорит Феофан Затворник. Вот урок рано вставать и первые часы дня посвящать на молитву. В ее уединении душа, обновленная сном, бывает свежа, легка и способна проникновению, как свежий утренний воздух. Потому что сама собой просится, чтобы пустили ее туда, где вся ее отрада, перед лицом Отца Небесного, в сообщество ангелов и святых. В это время удобнее ей это делать, чем после, когда уж налягут на ее заботы дня. Все Господь устраивает. Надо от Него принять благословение на дела, вразумление нужное и подкрепление необходимое. И спеши пораньше, пока ничто не мешает, наедине вознестись Господу умом и сердцем и исповедовать Ему нужды свои, намерения свои и спросить Его помощь. Настроившись молитвою и богомыслием, с первых минут дня целый день потом проведешь благовенствие и страхи Божия с мыслями собранными. Отсюда осмотрительность, степенность и стройность в делах и взаимных отношениях. Это награда за труд, на который понудишь себя в утреннем уединении. Это и для житейских людей стало быть мера благоразумия, а не что-либо чуждо их целям. Святитель Феофан Затворник вот такое поучительное. Вот тут он говорит исповедовать ему нужды свои, намерения свои, то есть и также исповедовать свои грехи. Вот есть такое местописание из Библии. Сираха 39 глава 6 стих. Сердце свое он направит тому, чтобы с раннего утра обращаться к Господу, сотворившего его, и будет молиться пред Всевышним, откроет в молитве уста свои, и будет молиться о грехах своих. Также еще один из примеров раннего вставания это он святой, праведный Иов, 1 глав, 5 стих. Он вставал и возносил весьма рано и возносил все сражения за детей своих, за прошедший день, что если вдруг они в сердце свое где-то похулили Бога. вот. Даже мы читаем, это у пророка Неемии, 8 глава, 2-й, 3-й стих. Сейчас вот я немножко ошибся тут, закладку не положил, так что прошу прощения. 8 глава, 2-й, 3-й стих. И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Какое благословенное было время в то. Весь народ стоял, написано от рассвета до полудня. То есть насколько они были ревностны в этом, стояли и слушали слова Господни. Так кроме этого, там в дальнейшем в главе описывается, что они просто стояли и слушали. Они падали на лица свои, воздымали руки свои к небу, благословляли Бога, просили прощения у Него, что слово было забытие. Так же написано в 20-м стихе, в 8-м этой главе, в 8-м стихе написано, и читали книги из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. То есть вот этот стих Писания сбывается на нашем личном примере с братьями. Мы стоим рано утром, молимся и читаем Слово Божие с толкования, чтобы Господь нас просвещал через Слово Своё. Как и царь Давид, Псалмах же опять говорит, что он обличался каждое утро. Как он обличался каждое утро? Через чтение Слова Божия. То есть где-то он понимал, что тут он согрешил, тут не так что-то сказал, сделал и так поступил. Та же и с нами это происходит. Вот. Хочу ещё та же показать одну книгу это «Кистину православия и найти их нащелапкина». Вот она. И в этой книге есть одно содержание тема раскрыта. Называется «О сне». Там всё более подробно, более расширено, что сказали святые за 2000 лет Церкви Христовой, пока она именно существует здесь на земле. Вот. И там всё сказано, какие были, кто как спал, как вставали, какие же жития святых, всё это описывается. Я только вкратце взял по Библии, а Игнатий Ильич тут более широко раскрывает в этот книг к истину православия. Советую всем почитать. Даже в электронной версии есть на нашем сайте. К истине один народ рун. Вот. Также хочу прочитать одно стихотворение. У меня вот книга есть. Это называется «Молитва русских поэтов». Вот она у меня. «Молитва русских поэтов». Вот. Здесь очень интересное есть стихотворение. Называется она «Утренняя молитва». Отец-хранитель, Боже мой, под сенью твоего покрова я сладостный вкушал покой, и вот открыл я вежды снова. Ты создал свет золотого дня, ты создал мрак от родной ночи, и день, и ночь блюдут меня твои недремлющие очи. Благи, воздать могу ли я твоей любви неизреченной, не примет жертвы глань твоя, ты требуешь души смиренной, души, боящихся грехов, и чистой, и прямой, и верной, и любящих твоих сынов, любовью нелицемерной. о милосердный мой отец, я тебя лишь то сокрою, ты проникаешь в мусердец, их дно раскрыто пред тобою, я падал, падаю сто крат, но в милостях неистащимый, ты зришь, я скорбью объят, терзаюся грехом тягчимый, без помощи твоей, что я, ты ведаешь мое бессилье, но где бессильна мощь моя, там мощность сил твоих обилия. О Боже, дух мой обнови, из сердца мне создай иное, надежды, веры, любви, да светит солнце мне святое, ты склонишься к мольбе моей, Христовой кровью омовенной, и я в числе твоих детей, небес наследник нареченный. Сей день мне посланный тобой, да будет мне к тебе ступенью, да будет на стезе земной мне шагом к вечному спасению. 4 января 1832 года было написано, написал его Вильгельм Карлович Кюхельм Бекер. Родился в 1797 умер в 1846 году. Вот так вот Господь дает, молится, Господь просвещает разум того человека. Что еще тоже могу посоветовать, есть такие места Писания, как приобрести себе мудрость от Господа. Каким образом? Премудрец Соломона 6 глава 14 стих С раннего утра ищущий ее не утомится, ибо найдет ее сидящий у дверей своих. Как ты ее приобретешь, эту мудрость с раннего утра? Написано также Премудрец Соломона 6 глава 17 стих Начало ее есть искреннее желание учения. Это все говорится о премудрости. То есть начало ее есть искреннейшее желание учения. То есть ты должен искренне желать, чтобы Господь тебя просветил Духом Святым, научил заповеди своим святым. Также Премудрец Соломона 7 глава 7 стих Соломон сам говорит о себе. Посему я молился и даровал мне разум. Я взывал и сошел на меня Дух Премудрости. То есть все заключается в нас самих. Если мы молимся как у Якова в первой главе написано что если ты молишь ты не должен сомневаться чтобы не было подобно морской волне ветром поднимаемой и развиваемой. То есть молись с верою зная что Господь в свое время ответит на твою молитву дастся тебе эта премудрость. советую также почитать есть такая книга называется День Святой Жизни это написал митрополит Григорий Постников он начинает раскрывать там картину утреннего вставания как ты утром встал что должен произнести что он советует та же быстро скакивать ни в коем случае не лежать не нежиться соскочил быстро и все сразу иначе тебе дьявол не даст тебя будет все время побуждать дальше спать здесь надо все время бороться с этим пока не получишь навык в этом что удается тебе потом будет легко еще хотел бы поделиться одним песнопением баптистским очень такое мне она понравилась когда я к этой теме готовился я его нашел даю вам тоже прослушать его встану рано еще до золи и склоню перед Богом молени у спасителей Иисус подали дам и песни твоих песнопений о спасителей Иисус подали дам и песни твоих песнопений жажду жажду славить тебя и холить может кто свой будет не строить тебе новую песню сложить и дальше только милая достойно да 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 и нет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И склоню перед Богом колени И закончу эту тему Стихом из Библии Это второе послание апостола Петра Первая глава, девятнадцатый стих И притом мы имеем вернейшее пророческое слово И вы хорошо делайте, что обращаетесь к нему Как к светильнику, сияющему в темном месте До коли не начнет расцветать день И не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших Господу Богу нашему слава за все Во веки веков Аминь Субтитры создавал DimaTorzok